Итоги первого полугодия подведены. За шесть месяцев Одинцовский многофункциональный центр по многим показателям опережает своих коллег из других муниципалитетов. По статистике объем оказываемых услуг по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличился на 50%. Прирост в этом году мы планируем по отношению к прошлому году порядка 100 тысяч оказанных услуг, что достаточно высокая цифра для нас. Также мы провели огромное количество мероприятий для заявителей нашего МФЦ, шесть из которых у нас вошли в пример для других МФЦ Московской области и будут масштабироваться по Московской области. На территории многофункциональных центров Одинцовского округа успешно реализуются областные проекты. Выездной прием в СНТ, обучающие семинары для заявителей по работе с региональным порталом государственных услуг, обратная связь с заявителями через телеграм-канал. Канал, по которому наши заявители могут узнать готовность своих документов по оказываемым услугам. Кстати, хотел бы заявителям предложить подписаться на этот телеграм-канал. В течение 15 минут каждый заявитель может получить ответ на это. Также наш проект с вандалостойким аппаратом для доступа на региональный портал государственных услуг получил отзыв в Московской области. И, кстати, не только в Московской области, два региона, это Красноярский край и Сахалинская область, тоже к нам обращались, спросили поделиться нашим опытом. На днях в Министерстве государственного управления Иван Кулаков обсудил возможность получения субсидии на открытие офиса МФЦ в Звенигороде. У Звенигорода есть несколько вариантов размещения. Это размещение будет гораздо удобнее, чем нынешний офис, который находится на окраине города. Мы планируем, чтобы МФЦ было в центре города. Министерство поддерживает нашу инициативу. И есть возможность получения субсидий на открытие этого офиса. За нами мы в понедельник должны предоставить обоснование необходимости этого офиса, над чем мы сейчас и работаем. Улучшения коснулись и среднего времени ожидания заявителя. Сейчас оно составляет чуть более четырех минут. При установленной норме в 12 с половиной. Эти показатели и в дальнейшем будут держаться на контроле. Стоит добавить, что Одинцовский МФЦ является самым крупным в Московской области не только по количеству окон, но и по количеству филиалов. По количеству окон, это 98 окон. Также в нашем МФЦ есть 19 филиалов. Из них 7 филиалов – это полноценные многофункциональные центры. Остальное – это удаленные рабочие места, которые не оборудованы электронной очередью. И там прием ведется по живой очереди. В рейтинге по Московской области Одинцовский МФЦ по сравнению с другими крупными муниципалитетами, где количество жителей более 200 тысяч человек, занимает лидирующую позицию.